Яркий праздник Сел на царский престол, что в Сузах, городе престольном. В третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от Большого до Малого, пир семидневный, на садовом дворе дома царского. Белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в 30 тысяч талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбане, Бикфе, Эвакфе, Зефару и Каркасу, семи Евнухам, служащим перед лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь перед лицом царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через Евнухов. И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими закон и права. Приближенные же тогда к нему были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсене, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через Евнухов, и сказал Мемухан перед лицом царя и князей. Не пред царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими. И говорит, царь Артаксеркс велел привезти царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольна. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышат о семи постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, но невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно было слово сие в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мамухана, и послал во все области царя письма, писанные в каждую область, с письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил о Бастине и о том, что она сделала, и что было определено о ней, и сказали отроки царя, служившие при нем, «Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гигая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притирание, и девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицу вместо остинь». И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах в городе престольном один иудеянин, имя его Мардыхай, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Ехонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его. Так как не было у него ни отца, ни матери. Девица эта была красиво станом и пригожей лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардыхей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольном городе Сузы, под надзор Гегая, тогда взята была Исфирь в царский дом, под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание, все назначенное на честь ее, и приставить не семь девиц, достойных быть при ней из царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардыхей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардыхей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Исфири и о том, что делается с ней. Когда наступило время каждой девицы входить в царю Арта к сердцу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались в ней притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими, Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила, утром возвращалась в другой дом, женский дом под назор Шаазгаза, царского евнуха, стража наложниц. И уже не ходила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Исфири, дочери Эминадава, дяди Мордыхая, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гега, евнух царский, стражен, и приобрела Исфири расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Исфирь царю Артаксирхсу, царский дом его, в 10 месяце, то есть в месяце Тебефи, в 7 год его царствования. И полюбил царь Исфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее, и сделал ее царицей на место Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири. И сделал льготу областям, и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мордыхей сидел у ворот царских, Исфирь еще не сказывал о ростве своем и о народе своем, как приказал ей Мордыхай. А слово Мордыхай Исфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мордыхай сидел у ворот царских, два царских евнуха Гагафа и Фара, обрегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксировца. Узнав о том, Мордыхай сообщил царице Исфири, а Исфирь сказала царю от имени Мордыхая. Дело было исследовано и найдено верным. Их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мордыхая в книгу дневных записей у царя. «После сего возвеличил царь Артаксекс Амана, сына Амадафа, громче, 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 и вознес его и поставил его седалище выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом. Ибо так приказал царь, а Мордыхей не кланялся и не падал ниц. «Говорили служащие при царе, который у царских ворот, Мардахею, зачем ты приступаешь к повелению царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове свое Мардахей. Ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардахея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардахей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артарксекса, как народ Мардахеев, в первый месяц, который есть месяц Ниссан, в двенадцатый год царя Артарксекса бросили пур, то есть жребий, пред лицом Амана, изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на двенадцатый месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артарксексу, «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законы царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять ее. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и десять тысяч талантов серебра я отвешу в руки представников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с рук, отдал его Аману, сыну Амавдафа, вагинянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царю Аману, «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно». «И призваны были песцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, и к князьям у каждого народа, и каждую область письменами ее каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса, и скреплено царским перстнем. «И посланы были письмена через гонцов во все области царя, чтобы убить и погубить, истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть в месяце Адара, и имение их разграбить. Список с указом отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро, к царским повелениям. Объявлен был указ и в Сузах, пристальном городе. И царь, и Оман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Когда Мардахей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище, равные во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев. И пост, и плач, и вопль, вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Исфири, и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардахей надел их, и снял с себя вретище свое. Но он не принял. Тогда позвала Исфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардахею узнать, что это и от чего это, и пошел Гафах к Мардахею на городскую площадь, которая при царскими воротами. И рассказал ему Мардахей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Исфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой. И пришел Гафах «Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже тридцать дней». И пересказали Мардахею слова Исфири. И сказал Мардахей в ответ Исфири, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» И сказала Исфири в ответ Мардахею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду так же поститься, а потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. И пошел Мардахей и сделал, как приказала ему Исфирь». На третий день Исфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь Кисфири золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Исфирь, и коснулась конца скипетра, и сказал ей царь, «Что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя? Даже до полцарства будет дано тебе». И сказала Исфирь, «Если царю благоугодно, пусть придет с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь, «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать послово у Исфири». И пришел царь с Аманом. На пир, который приготовила Исфирь. И сказал царь Исфири при питье вина, «Какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала Исфирь, и сказала, «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них. И завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардахея у ворот царских, и тот не стал с места и не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардахея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и зарезть жену свою. И рассказал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над кизнями и слугами царскими. И сказал Аман. «Да и царица Исфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я звал к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардахея и у деянина сидящим у ворот царским». И сказала зарез жена его и все друзья его. «Пусть приготовят дерево вышиною в пятьдесят локтей, а утром скажи царю, чтобы повесили Мардахея на нем». И тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману. И он приготовил дерево. В ту ночь Господь отнял от царя сон и он велел принести памятную книгу дневных записей и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мардахей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь, «Какая дана почесть и отличие Мардахею за это?» И сказали отроки царю, служившие при нем, «Ничего не сделано ему». И сказал царь, «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардахея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, «Вот Аман стоит на дворе». И сказал царь, «Пусть войдет». И вошел Аман. И сказал ему царь, «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем, «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» И сказал Аман царю, «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его. И пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману, Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею и Удеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не упусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние и коня и облег Мардахея, и выведя его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И возвратился Мардахеев царским воротом. Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову, и пересказал Аман зереше жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и зереш жена его, если из племени Иудеев Мардахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его и, наверное, падешь пред ним. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила эсфирь. И пришел царь с Аманом пировать у эсфири царицы. И сказал царь эсфири, также и в этот второй день во время пира, какое желание твое, царица эсфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена. И отвечала царица эсфирь и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы были проданы, как рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице эсфири, «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала эсфирь, «Враг и неприятель — это злобный Аман». И Аман затрепетал перед царем и царицей, и царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада, при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась эсфирь. И сказал царь, «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня?» Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евнухов при царе, «Вот и дерево, которое приготовил Аман, для Мардахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною в пятьдесят локтей. И сказал царь, повесить его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардахея. И гнев царя утих. В тот день царь Артаксеркс отдал царице эсфири дом Амана, врага иудеев, а Мардахей вошел пред лицо царя, ибо эсфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардахею. Эсфирь же поставила Мардахея смотрителем над домом Амана. И продолжала эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана, вугиянина, и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простел царь к эсфири золотой скипетр, и поднялась к эсфирь, и стала пред лицом царя, и сказала, «Если царю благоугодно, если я нашла благоволение пред лицом его, и справедлила дело сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадапа, вугиянина, написанные об истреблении иудея во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигает народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс, царице эсфири, и мордахею Дианину, «Вот я дом Амана отдал эсфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою и на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перснем, ибо письма, написанного от имени царя, и скрепленного царским перснем, нельзя изменить. И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Иван, в двадцать третий день его, и написано было все так, как приказал Мордохей, к иудеям, иксатрапам, и областеначальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии. Ста двадцати семи областей, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перснем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских, о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, список сего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтоб иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно, с царским повелением. Объявлен был указ, и в сузах престольном городе. И Мардахей вышел от царя в царском одеянии яхонтово и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весоной, и пурпуровой. И город Сузово свеселился и возрадовался. А у иудеев тогда освящение и радость, веселье и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость и иудеев, и веселье, пиршество, и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Собрались иудеи в городах своих, по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложителей своих. И никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мордохеем, ибо велик был Мордохеев в доме у царя. И слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мордохей поднимался все выше и выше. И избавили иудеи всех врагов, избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, в городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек. И Паршандафу, и Долфона, и Асфафу, и Парафу, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Ваизафу, десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, и на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах, в престольном городе. И сказал царь царицы Исфири, в Сузах, в городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек, и десятерых сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено, и какая еще просьба твоя, и она будет исполнена. И сказала Исфирь, если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что и сегодня. Десятерых сыновей Амановых пусть бы повесили на дереве. И приказал царь сделать так. И данный это указ в Сузах, и десятерых сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, так же и в 14-й день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек, а на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей, и были покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 750 тысяч, и на грабеж не простерли руки своей. И это было в 13-й день месяца Адара. А в 14-й день сего месяца они успокоились и сделали его днем пиршество и веселье. Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его, и в 14-й день его, и в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршество и веселье. Поэтому иудеи сельские, живущие в селениях, открытых, проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг к другу. Я писал Мардахей эти пиршества и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и дальним, о том, чтобы они установили каждого празднования у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, как таких дней, которые иудеи сделали спокойны от врагов своих и такого месяца, в который превратили у них печаль в радость и сетывание в день праздничный, чтобы сделали их днями пиршество и веселье, посылая подарки друг к другу и подаяние бедным. И приняли иудеи то, что уже сами начали делать и о чем Мардахей написал к ним, как Аман, сына Мадафа. Всех врагов иудеев думали погубить иудеев и бросить пур, жребий, об истреблении и погубили их. И как Исфирь дошла до царя и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур. Поэтому согласна со всеми словами сего письма с тем, что сами видели и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех присоединившихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти дни по предписанному о них и в свое для них время каждый год. И чтобы эти дни были памятны и празднуемы во все роды, каждым племенем, в каждой области и в каждом городе. И чтобы все эти дни Пурим не отменились у иудеев и память о них не исчезла у детей их. Написал также царица Исфирь, дочь Абихаила и Мордахей иудеянин со всею настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксеркса со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мордахей иудеянин и царица Исфирь. И как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей, так повеление Исфири подтвердило это слово о Пуриме и оно написано в книгу. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельное показание о величии Мордахея, которым возвеличил его царь, записанной в книге дневных записей царей медиамских и персидских. Равно как и то, что Мордахей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у идеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо ко всему племени своего. Мордахея, смеются люди, танцуют, смех побеждает Аммана. «Ах-магазааааааааааааааааа» Продолжение следует...